Так, так, так. Друзья, всем привет! Сегодня речь пойдет про Audi A4 в кузове B9 2017 года выпуска. Но это будет не совсем видеообзор автомобиля, а скорее интересная история про ценообразование компании. Этой зимой мы уже снимали четверку, но в кузове B8, где я рассказывал то, что на данную модель легко можно выбить скидку 1500 рублей. Тогда это многих удивило, ведь не каждый знает о том, что немецкая тройка вообще очень хорошо торгуется. И есть модели, на которые реально скидывают очень много денег. Но были и те, кто говорили, а чему вы удивляетесь, ведь в салонах уже давным-давно стоит новый кузов и попробуйте выторгивать хорошую скидку на него. Шло время, и вот пару недель назад ко мне обратился один из зрителей канала, который попросил помочь ему найти A4 в хорошей комплектации и с приятным для кармана ценником. И знаете, у нас это получилось. Машина куплена. Она находится от нас сейчас в 100 километрах. Конечно же, прямо сейчас мы телепортируемся к ней и стоя возле машины расскажем вам все условия сделки. Сколько цена была по прайсу, что мы получили, что это за комплектация. В общем, все подробности, которые тебя могут интересовать, ты узнаешь прямо сейчас. Забегая наперед, хочу сказать одно. Если тебе вообще интересна модель A4, и ты заходишь на официальный сайт, лазишь там по конфигуратору и думаешь, блин, да она стоит космических денег, не торопись расстраиваться. Скидки космические, многих они шокируют. Поэтому мы не будем больше тянуть кота за хвост. Давайте телепортируемся к автомобилю вместе с нами прямо сейчас. Прошла секунда, а мы уже на месте, словно мы использовали телепорт. Друзья, A4 2017 год. Давайте я вам сейчас расскажу, что мы забивали в конфигуратор и какой ценник он нам выдал. Первое. Обязательный был двухлитровый мотор дизельный, 190 сил. У нас идет полный привод Quattro от Audi. У нас идет S-Line пакет. Что в него входит, я перечислять не буду, вы и так все это прекрасно знаете. По интерьеру же нас встречает отделка салона кожи салькантары. Идут различного рода вставочки, шильдики. Идет стандартный дисплей цветной, многофункциональный. Нет камеры заднего вида. Приборная панель тоже не цветная, обычная, то есть немногофункциональная. Сидение спортивное, с электроприводом. У нас есть руль с подогревом. Комплектация, где будет дополнительный камера заднего вида RAS. Где будет идти большой цветной дисплей с навигацией. И сразу будет идти многофункциональная приборная панель. Где будет идти раздельный трехзонный климат-контроль. По цене вылетает далеко за 3 миллиона рублей. Если задаться вопросом, что здесь есть такое, чего нету, например, в японцах или в корейцах. Да ничего здесь такого нет. Здесь все такое же стандартное оснащение, базовое. Все, что есть, например, у меня в машине. Все, что есть в Toyota Camry. Все, что есть в Kia Optima, которая стоит 1,5-1,7 миллиона. Здесь присутствует то же самое. Но Audi это бренд. Она хорошо стоит на дороге. Она как бы премиальный автомобиль. У нее хорошая шумоизоляция. У нее есть ряд своих плюсов, за которые ее, в принципе, любят фанаты марки. Конечно же, у нас идет передняя оптика диодная. Задние фонари у нас тоже диодные. У нас новая машина. Но если задаться вопросом, что же здесь изменилось. Ну вот смотрите, я как не фанат марки. Смотря на автомобиль, что я первым делом замечаю? Да, конечно, стала другой решетка радиатора. Свою роль, конечно же, играет пакет S-Line. В нашем случае идут диодная оптика. Что спереди, что сзади. И фары здесь, конечно же, изменились. Если посмотреть на предыдущую четверку, то там они совсем другого вида. Но, я подчеркну, как не фанат марки, в потоке я бы подумал, что это просто какая-то продвинутая комплектация. Ну, не самая базовая. Сам же производитель делает акцент на том, что автомобиль строится на одной платформе с Q7. И во многих рекламных буклетах ты можешь вычитать то, что автомобиль стал больше. А насколько же он, интересно, стал больше? Вот я задаюсь вопросом. Автомобиль стал длиннее на 25 миллиметров. А 25 миллиметров это сколько? Это примерно вот столько. Автомобиль стал шире. Он стал шире аж на целых 15 миллиметров. Автомобиль стал выше. Но вот расстояние от потолка до сидения стало на 13 миллиметров больше. Сзади место стало гораздо больше. Аж на 12 миллиметров. Колесная база увеличилась у автомобиля. Все вот эти цифры, связанные с увеличением, больше похожи на некий заводской брак. Ну, знаете, когда человек делал, то есть ночная смена вышла на завод, сделали кузов, а он стал там на 25 миллиметров больше, там на 10 миллиметров больше. Знаешь, такие некие отступления. Хотя вот на этом делает уклон. Наверное, с точки зрения автомобилестроения, эти цифры имеют какое-то решающее значение. Но мне, как любителю и просто автомобилисту, эти цифры не говорят ни о чем. Если заглянуть в подкапотное пространство, то у нас здесь встречают 5 двигателей. 3 бензиновых и 2 дизельных. Они также работают с автоматической роботизированной коробкой передач S-Tronic. Все болячки подкапотного пространства давным-давно всем известны. Конечно же, с каждым годом компания Audi их пытается дорабатывать. Автомобиль у нас начал кататься с 2016 года, с сентября, если я не ошибаюсь. Поэтому, кому интересно, кто присматривается к автомобилю, можно почитать повнимательнее. Я лично пока что каких-то откровенных, прям явных жалоб не нашел. Гарантия на автомобиль 4 года и 120 тысяч пробега сейчас продленная. Поэтому, покупая новый автомобиль, в принципе, бояться нечего. Если даже что-то и сломается, тебе это, конечно же, починят по гарантии. Наш двигатель 190 лошадиных сил. Разгоняется он до первой сотни за 7,2 секунды. На сегодняшний день пробег у автомобиля 1100 километров. Средний расход компьютер показывает около 7 литров. Но зацикливаться на подкапотном пространстве мы не будем. Пойдемте дальше. Колеса у нас 18-е. Подвеска передняя и задняя независимая. Многорычажная. Подвеска теперь видоизменена немного. Она теперь крепится непосредственно к кузову, а не к подрамнику, как это было сделано раньше. Объем топливного бака у автомобиля 58 литров. Исходя из того, что он у нас дизельный, этого будет хватать за глаза. И вот что же еще изменилось в автомобиле? Вот если посмотреть, так присмотреться, то видоизменены двери. То есть изменилось на самом деле все. Но это настолько незначительное изменение. Вы знаете, вот я хочу немного отвлечься. Совсем недавно мы выпустили ролик про CX-5 нового. Многие говорят, типа, вот обновлен, а что же в нем нового? Ничего там нового? Все то же самое, казалось бы, внешне. Да, на самом деле с этим можно согласиться. Даже можно по этому поводу снять отдельный ролик. Потому что, ну что это за изменения такие? Это на самом деле какая-то доработка. Вот некоторые кричат, это новый автомобиль B9, это абсолютно новый автомобиль. Конечно же, если ты начнешь читать, то любая статья, будете рассказывать о том, что это по-настоящему переделанная машина, здесь все по-другому. Но посмотреть на нее, вот сесть на нее покататься. Изменения заметят только любители марки, подчеркиваю. Те, кто катались раньше на B8, они приобновляются на B9. То же самое с багажником. Багажник стал больше. Было 480 литров, стало 505 литров. Да, это на самом деле кардинальные изменения, это очень приятно. Но тем не менее, мы сейчас рассказали вам то, что мы получаем за этот автомобиль по прайсовой цене в 2 миллиона 900 тысяч рублей. И вот сейчас я вам хочу рассказать саму историю. Значит, как происходило все действие. Мы, присмотрев данный автомобиль, начали делать запросы. Конечно же, нам сначала сразу скинули 300 тысяч рублей. То есть, Audi, это куда ни позвонить, сразу счет 2 900, 2 600 отдаем, 2 500 отдаем. Но минимальный порог называли все, знаешь, 2 300, 2 400. То есть, ниже ценник вы не найдете. И поначалу я звонил, и все говорили, 2 300, 2 400. Бол, сегодня у нас ночь распродаж, все, бросайте, приезжайте с деньгами вечером, и тогда мы, возможно, сможем договориться. Но дилеров по Москве-то не так много. Кстати, я обращался в этот пресловутый автоспот, который, опять же, мне вот так по ушам проехали, сказали, вот, да, на сайте у нас там висит предложение за 1 миллион 800. Я говорю, где, покажите, где предложение за 1 миллион 800, за перечисленную комплектацию. Звонят, тишина, проходит время, я им сам перезваниваю. А, извините, какой-то опять очередной сбой. Но не про это речь. Дилеров по Москве немного. И вот прям буквально один из последних говорит, да, мы готовы работать 2 100. Я говорю, нифига себе, 2 100, это уже интересно. Мы начали с ним прорабатывать, вылез как бы другой дилер. Ну-ка, на самом деле, никого не было, я ему просто начал тоже по ушам ездить, говорить, что у нас есть предложение за 2 50. В итоге, финальную цену за автомобиль он озвучил 2 миллиона при двух условиях. Первое, мы должны были сдать автомобиль в трейд-ин. А у человека при покупке была машина, это был 2009 год, Сузуки, Гранд Витара, на ручке. Ну, там, в предмаксимальной комплектации, дизельный с пробегом 160 тысяч. Конечно же, ему на автору продавать машину было бы очень дорого. Ту предварительную оценку, которую они назвали за автомобиль, 450 тысяч, его полностью устроило, поэтому мы не стали дергаться. Он приехал, сдает машину в трейд-ин, берет в рассрочку себе спокойно каска, все, все их условия выполнены, и они подтверждают цену 2 миллиона рублей. И вот, казалось бы, скидка в 900 тысяч рублей. Поначалу, когда я начал озвучивать ее другим дилерам, он говорит, ребят, мы нашли предложение, мы вот то же самое им перечисляли, они говорят, да вы что, да вас обманывают, да это жулики, какой слон тот, а, да это плохие, вы приедете, они вас скинут, по факту. Мы приехали, вот машина, за те же самые деньги, которые нам назвал дилер. И вот какую суть я хочу донести до вас этим видеороликом. Друзья, если вам нравятся немцы, если вам, в частности, приглянулся автомобиль А4, и вам, например, не нужен мощный двигатель, вам достаточно будет двигателя 1.4, вот его вообще можно забрать за 1.5-1.7 миллиона рублей. В этой комплектации будет все в базе, плюс дополнительные опции разные. То есть здесь нужно выбирать машин, по конфигуратору очень много, нафаршировать их можно по-разному. Но самое интересное, мне хотелось бы пообщаться с каким-нибудь владельцем, который, знаете, набил конфигурацию, пришел покупать салон, она там 3 миллиона вылетает, ему говорят, для вас мы сделаем скидку 200 тысяч, и он довольно ее покупает. Представляете, как это будет обидно, когда ты купил автомобиль за 2.800, и тут ты узнаешь, что ты мог его забрать за 2.100, например, или за 2 миллиона рублей. Поэтому не забывайте о том, что вот эти 4 кольца, это в первую очередь бренд. А с этого бренда очень легко сбивать хорошие деньги. И не только с Audi. То же самое, та же самая история с BMW, та же самая история с Mercedes и более топовыми марками. Конечно же, стоя возле новой машины, обязательно нужно сделать кружочек и просто понять вкус вот этой новой покупки. Поехали, прокатимся. И вот мы уже едем по городу. Ну, конечно же, ощущения от нового автомобиля всегда приятные. Приятная шумоизоляция, приятная рулежка. Ну, то, что машина хорошо стоит на дороге, я думаю, это знают многие. Многие покупают немцев именно за это, то, что управляемость у них всегда на высоте. В совокупности все, эргономика, посадка, руль, обзорность, все очень приятно. То есть я сижу, вот машину сел, я даже не стал под себя ничего настраивать. Человек примерно моего же роста, я сел, все, я вот как вот дома, сижу, как вот в своей машине, реально комфортно. Единственное, к чему привыкаешь, это то, что немного все видоизменено. Ну, то есть другой селектор передач, то есть не такой, как у меня на машине. Ну, знаете, такие мелочи, к которым ты привыкаешь буквально в первую неделю. Подвеску автомобиля тоже хорошо настроено. Вот перед нами лежачий полицейский. Вот я их всегда называю самые противные лежачие полицейские, потому что они сделаны не по ГОСТу. Проезжать его даже на небольшой скорости на этой машине будет, в принципе, удобно. Но в тот же момент, понимаете, здесь все нужно рассматривать с головой. Если у тебя в городе, как я уже неоднократно говорил, вообще одни ямы, тогда тебе такая машина не нужна. Тебе нужно копить там на какой-нибудь прадик, вот на нем носиться или там на УАЗике. У нас же, вот, ты сам все видишь, нормальные дороги, поэтому мы едем, смотри, 20. Нам срочно нужно ускориться. Газку в пол, машина потянула. Вот тяга у машины действительно очень хорошая, прям буквально секунда-две уже 60. На основании этого всем любителям немцев советую присмотреться. За полтора миллиона рублей вы себе, в принципе, можете найти вашу комплектацию. 1.4, тем не менее, будет уже УАЗ-Ауди. Ну что, пришло время подводить итоги, а выводы здесь очень простые. Цены бешеные, все накрученное, непонятно для кого все это делают. Люди, которые не заинтересованы. Вот даже я 2-3 года назад, заходя в салон BMW или Audi, смотря там тройки, четверки, спрашиваю, сколько реально можно скинуть. Мне называл здесь 100-150 тысяч рублей. Думал, блин, какие же дорогие машины. Сегодня я прекрасно знаю то, что нравится тебе BMW 3-шка. За полтора ляма запросто может забрать. Нравится тебе C-шка. Кто-то говорит, вот на Mercedes так не скидывает. Да все скидывает. Мы про это уже рассказывали, снимали, сам лично заходил в автосалон и все знаю, все проверено. Обязательно подписывайтесь на инстаграм-канала. Там я выкладываю только анонсы. В ближайшее время у нас будет очень много планов. Не хочу сейчас ничего обозначать, потому что, как бывает, загадываешь, и потом что-то не срастается. Будем снимать. Основная работа на первом месте для того, чтобы не было у нас никаких спонсоров данного видеоролика и так далее. Чтобы не было никаких ссылок в описании. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.